КОМДИВКОТОВ Отправил 46 долларов Ну ладно, да Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, Евгений Подскажите, пожалуйста Да, я желаю Подскажите, пожалуйста Каково ваше мнение о Берии? Мог ли он победить В борьбе за власть Если бы не допустил каких-то ошибок В этом случае В каком бы направлении пошла история СССР? Берия Так случилось, что я знал Очень многих Артистов, артисток Которые знали Берию Берия любил пожить Он был огромный трудоголик Но и пожить любил И он любил и секс, и пир, и все И в молодости артисты И артистки Его, так сказать, знали И мне очень много рассказывали В этом нулевые годы Им уже было 70-80 Все Берия Ну, может быть банальная вещь Что он удачливый советский администратор Создатель бомбы Хотя он не создатель бомбы Администратор Ну, как администратор в чем? В концлагере администратор Ну, хорошо Ну, в концлагере администратор Интересно, что бы он сделал Если бы он вместо Хрущева Стал диктатором И вот эта политика коренизации Вот эта политика распуска Национальных республик Это и могло привести К таким необратимым Очень интересным последствиям Но мы этого не знаем Мы уже только предполагать С другой стороны Он преступник Он абсолютный государственный преступник Он серийный убийца Вместе со Сталиным И всей этой компанией Так что При этом Работал много Много работал И у него был Особняк Как и есть Ну, не у него Просто это Особняк есть В районе Никитской И знаменитый особняк Берии Туда считалось Что очень много возили артисток И девок Вот Потом возникли у историков Сомнения Что так ли много Что он ехал Показывал Брали Ну, вот такая легенда есть Но только Виталий Яковлевич Вульф мог рассказывать Что Берия подошел К Шторе Посмотрел Открыл Подумал Это все Не так просто Я знаю замечательную историю Когда Это недавно Как раз Вспоминали Тут в соцсетях Приятели Когда заселяли дом На котельниках Высотку на котельниках Дом Уже были расписаны квартиры Там потом жила Раневская Великая Кстати, сейчас Ширвин живет И вот Всем расписали И Ладыниной Которая Амель Ладынина Как Марина Ладынина Знаменитая Советская Советская актриса Кубанские казаки И прочее Жена По-моему Пыривая В общем Уже была расписана квартира И Долго не давали Как бы Ордер на квартиру По-моему Лидии Смирновой Тоже замечательная Советская актриса Смирновой У нее был муж Если я не ошибаюсь Оператора Папорт Он достаточно скромный Не мог бегать Лидия сама Смирнова Сама Решила Позвонить Берии Попросить у Берии Черт возьми Дайте квартиру Я звезда Дали ей вроде бы Квартиру Через звонок Берии И Через буквально Несколько недель После этого Берию арестовывают И Смирнова Звонит Мужу А он где-то На съемках был далеко И Тогда же не было Ни этих телефонов Мобильных Ничего Все по телефону Обычному Звонит Заказывает звонок Там же телефонистки Все слушают А тем более Знаменитостей слушают Ну как и сейчас И говорит Истерично Б Арестовали Б Арестовали Что делать Как сохранить Ордер на квартиру Это же через него Было Смотрите состояние Мужа Там оператора И телефонистки Которые Какого бы Как Вот Это вот тоже Дикая была эпоха Но Ну что Положительно Берию Охарактеризовать Невозможно Потому что Он просто В прямом смысле Он участник Преступной системы В прямом смысле Но здесь нет вопросов Да То что он использовал В шарашках Труд ученых В том числе Вывезенных Из Германии Ну хорошо Вывезли Физиков Физиков И прочих ученых Из Германии Вывезли Сделали здесь Там шарашки И прочее Ну хорошо Ну он это все Администрировал Ну вспоминает Как он усталый В одном пальто Усталый Ездил там По этим Разработкам Ну Ну хорошо ли это Нужно ли это А то что народ Нищий был Советский народ Нищий И то что Крестьяне Без паспортов Потому что крестьяне Крестьяне работали Не за деньги За трудодни Это же крепостные были Вы понимаете Что они до 60-х годов Работали русские крестьяне Советские За трудодни Без денег А до 70-х годов У них паспорта не было И вы хотите Чтобы я сказал Что Берия Допустим Берия хорошая Там администрация Зачем нам Это бомба Если люди Не жили нормально Вот от чего Надо плясать И кстати Вдумайтесь Вот и выйдет Запрет русского языка Ненависть к русским И так далее Но вот Берия и Сталин Они грузины И они убивали Миллионы людей Миллионы Всех Русских Украинцев Любых наций Совершенно Что давайте Теперь будем запрещать Грузинский язык Это идиотизм Это идиотизм Есть конкретный человек И только он может Нести конкретную ответственность И те Кого он обманул Зафиксируйте Кого обманула пропаганда Пусть они несут ответственность Но Кто сопротивляется Кто не поверил Кто в этом не участвует Ну как они могут Нести ответственность Это безумие Так что В Берии такое отношение Что Не бездарный Примечательный Суперинтересный Для историков Вот Но Он преступник Преступник И в общем-то Мелкий Не сильно симпатичный Все Дальше Продолжение следует...